В законодательстве не так давно появилось понятие социального предпринимательства. Для развития этого направления на государственном уровне разработаны меры поддержки в виде грантов и льготных микрозаймов. И славянцы уже смогли воспользоваться открывшимися новыми возможностями. В Краснодарском крае для реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы разработан региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». И эти проекты успешно реализуются. В 2022 году славянский индивидуальный предприниматель Маргарита Базали прошла обучение, и ее организация получила статус социального предприятия, благодаря чему появилась возможность воспользоваться мерами государственной поддержки на развитие дошкольного образования и предоставление услуг по дневному уходу за детьми. Она получила грантовую поддержку от государства в размере 284 тысяч рублей на условиях софинансирования. Это помогло продолжить работу инновационной семейной школы в Славянске-на-Кубани, известной как «Неошкола», где организованы современные развивающиеся занятия с детьми. Грант нам выдал край в рамках защиты и помощи социального предпринимателя. К таковым я отношусь, ну вот эта сфера, которой я занимаюсь, да, образование. И это в рамках поддержки предпринимателей социальных, которые занимаются не такими прибыльными какими-то направлениями, которые, где легко, в общем-то, выйти на какие-то уровни. А здесь это с одной стороны, да, с другой стороны нам это позволяет, в общем-то, продержаться, поскольку мы начинающие продержаться до тех пор, пока, в общем-то, количество наших учеников не увеличится. В школе учащиеся получают не просто академические знания, а знания для жизни. Каждая академическая дисциплина – это повод для открытий и личной инициативы детей. С одной стороны, это стандарт образовательный, то есть мы не выходим за рамки и изменяем подачу материала, и мы меняем саму систему пребывания в школе. То есть ребенку здесь комфортно, ребенок хочет учиться. Те приемы и инструменты, которые мы используем в процессе обучения, направлены именно на это. Мы ставим это как цель. Это ключевой для нас момент. Вне школе общими усилиями создается комфортное для каждого ученика школьное пространство. И ребята это чувствуют. Благодаря поддержке государства социальный предприниматель получил возможности для развития. Успешная реализация национального и регионального проектов зажгла зеленый свет для инновационной семейной школы. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События».